Всем добрый день! Приветствуем вас на съемке нашего нового проекта, который нельзя говорить как называется. Раз, два, три и экшен! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Исаева и я счастлива познакомиться с вами. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, дорогие зрители! Я рада и счастлива, что наконец-то наша встреча состоялась. Мы на протяжении года готовились к этому дню и к этому событию, которое для меня является очень волнительным и трепетным. Я об этом смело говорю сейчас, потому что я прошу для себя поддержки и поддержки со стороны зрителей и, конечно же, вашей, которую я чувствую уже так долго в течение всего этого времени. Моя поддержка всегда с вами и я уверена, что зрители поддержат вас, помогут вам и с радостью познакомятся с вашими новыми идеями. Спасибо. Благодарю. Ну что, Ольга, начнём? Мне немного страшно и я действительно очень волнуюсь, но давайте начнём. Начнём с простого. Давайте начнём с детства. Как прошло ваше детство? Ведь оно у всех такое разное. Моё детство было действительно насыщенное, яркое, интересное, ведь я родилась и выросла в деревне. Я не жила в одной деревне, это были переезды, но тем не менее я прожила большую часть своей жизни, а именно этап детства, это было всё в деревне. И, как вы понимаете, деревня – это, ну, как у всех, наверное, сельский труд. Может быть, кто-то ездил к родственникам, летние каникулы. У меня так прошла большая часть моей жизни. Какие самые яркие воспоминания вы сохранили? Самые яркие воспоминания, наверное, связаны с сельским трудом. 90% сельского населения – это те люди, у которых есть своё хозяйство. Это поля, огороды, сенокоз. И, естественно, сенокоз, то это домашняя скотина. У нас она была. У нас было две коровы, были свиньи, овцы даже как-то были. И всё, что связано с ними, то есть именно светлое, такие яркие, тёплые воспоминания, связаны, наверное, с коровой больше. Да что вы, как интересно, она была вашей подружкой? Я с ней дружила. Вы действительно, это не шутка, это я с ней дружила, и у меня была с ней особая взаимосвязь. Звали её малышка. Она чудесная, она красивая, она, знаете, такая вся в правильной форме, она полностью чёрного цвета, а на лбу у неё сердечко. Она вот на самом деле такая была необыкновенная. Какая прелесть. Ну, наверное, вы проводили с ней много времени. Да, не потому что, может быть, хотела, а вынужденные моменты. Помимо того, что ты пасёшь коров, да, ты ещё её вынуждена доить. Вы пасли коров? Очень трудно в это поверить, глядя на вас сейчас. Как часто вы пасли коров? Это день, два, это неделя, дежурство, или как это было организовано? Всё зависит от того, сколько голов со двора. У нас было две коровы, соответственно, либо два человека, либо два дня. Это были такие, знаете, очень тёплые воспоминания, связанные именно с этими днями, когда это целый день свободы. С рассвета почти до самого заката, это с пяти утра и до восьми вечера. Это необычайное время. В такие дни вы можете делать всё. Вот если у вас под запретом ходить на речку, купаться, то в этот день тебя никто не ограничивает в этом. Ты можешь свободно пойти и делаешь это вместе, естественно, с коровами. У вас была весёлая компания. У нас был девичник, у нас была женская компания. Как известно, стадо состоит в основном из женских особей. Но, тем не менее, у нас дружно всем девичникам шли к водопою. Пока они пьют, естественно, я принимала ванны в нашей речке. Полезные. Самое, знаете, забавное сейчас вспоминать, это то, что вот она где пьёт, там и гадит. И для того, чтобы проплыть какую-то дистанцию, тебе нужно рассчитывать территорию. А для того, чтобы её рассчитывать, ну, то есть, понимаете, вы вот в воде. Она вот это всё сделала там. Это всё, как известно, не тонет никогда. Оно вот рядом с тобой на поверхности. В общем, препятствий хватало. Препятствий хватало, но это, знаете, не было противным. На это не обращаешь внимания. То есть, это всё естественно. Понятно, что ты сама точно так же не делаешь. Ты более цивилизованна, ты по-другому воспитана. Но это не было ни противным, ни приятным. Это была норма. Ну, часть будет, да. И так купались все. Когда ты приходишь к речке, там уже есть сельские ребята, девчонки, друзья, которые точно так же купаются. Кто-то прыгает с обрыва. Ты тут плывёшь, пытаешься на перегонки или на спор просто переплыть эту речку. Не всем удавалось. Вы хорошо плаваете? Вы знаете, я смелая больше. Отчаянно смелая в каких-то моментах. И, конечно, я не любила проигрывать. И вынуждена была переплывать и плыть хорошо. Так, и ещё. Какими видами спорта вы увлекались в детстве? Наверное, бегать. Это было очень необходимо. Бегать, ну, это нужно. Догонять корову? Удирать. Удирать и догонять. Ну, так как поле огромное, коровы могли в течение времени, пока они пасутся, разбежаться по всему полю. Твоя задача, чтобы они не убежали в соседние деревни и не смешались с соседним стадом. Если это произойдёт, то идентифицировать вашу корову или вообще все деревни, это невозможно. Нет никаких пометок, что это именно ваши коровы с вашей деревней. Это караул, это, не дай бог, 4 километра разница между деревнями. Как потом вычислять, это сложный процесс. Самая главная задача пастуха, тогда, когда он им является, это не допустить этого момента. Но если на случай вдруг ты видишь, что они направились в сторону деревни, потому что они, знаете, как газонокосилка, скосили всю траву и движутся в том направлении, где её больше. Хорошо. И ты в какой-то момент отвлеклась, разлеглась по полю, вдыхаешь аромат травы, которую только что скосили коровы, аромат цветов. И Россия, знаете, пахнет для меня цветами. Это вот такой важный момент, который с детства, но сейчас, да, ассоциация прилетает откуда-то, я понимаю, что Россия для меня пахнет цветами. Вот с закрытыми глазами привези, я пойму, что я дома. И возвращаясь к стаду, вот ты отвлеклась, ты расположилась, у тебя может быть пикник, ты можешь почитать книгу, ты можешь просто спеть, у тебя есть зрители. Они, да, они, естественно, своим инстинктом направляются в соседнюю деревню. Похватилась, побежала, для этого у тебя есть мотоцикл. Ну, как каждая уважающая себя семья, у нас был свой вид транспорта. Мотоцикл с люлькой, если я не ошибаюсь, или Иш, или Юпитер, ну, такой, знаете, голубоватого цвета. Так как мы пасли один день, это выгоднее, я была с отчимом. Но я привычнее мне его называть папа, мой второй отец. И вот мне смело доверял, он мне заводил мотоцикл, заводить мне было сложно, поэтому этим занимался мой папа. А сколько вам было лет? Когда я уже смело одна управляла, 14-15. До этого времени, понятно, что с помощью папы это происходило. Мотоцикл достаточно экстремальный. Да, тем более он с люлькой, понимаете, да, это вот такой момент баланса. Он заводил мотоцикл, и я смело неслась по полю, понимаете, в огромных резиновых сапогах, потому что всё, что там, естественно, плавало, оно также и на земле, оно может также отдавать, дабы не быть сильно симпатичной. Ты просто едешь на мотоцикле в огромных резиновых сапогах не по размеру. Они обычно бывали 43-го размера, ну так, чтобы всей семье могли подойти, понимаете, универсальный метод. И ты несёшься за коровами, просто чтобы их подогнать в удобное тебе направление. Это было очень весело, так как меня ещё не было видно из-под руля, там есть такое стекло, не стекло, пластик, то есть меня не было видно из-под руля. Я была такая мелкая в детстве, и мне приходилось то и ехать. То есть вот в таком положении я вела свое стадо, куда мне надо, в том направлении, куда мне это было необходимо. Это было очень здорово, это было смело, это было волнующе, естественно, когда ты самостоятельно первый раз это пробуешь. Но это в течение времени становится каким-то обычным, естественным процессом, так живёшь, и это норма. Ну это такая хорошая привычка нести за что-то ответственность, да? Наверное, ну как-то само собой разумеющиеся вещи, и во взрослом возрасте вы это делаете, и наверняка не задумываетесь над этим. Просто вам так уже понятно. Мне это очень помогло в этой жизни, когда я что-то пробую, я понимаю, что ну вот я тогда так жила, это было не страшно. И мне не так волнительно, или волнительно, но не так сильно я боюсь сделать какой-то новый шаг, или что-то новое пробовать. То есть это очень закаляет, наверное, и формирует твой характер. Не бояться каких-то трудностей и сложностей, ты веришь в себя, веришь в свои возможности. Ну судя по всему, приключений было немало у вас в детстве. В деревне, конечно. Ну там, конечно, свобода, это хорошо. Не возможно, по-другому. Ну вот из них, из этой свободы вытекают вот эти приключения. А еще я вспоминаю такую историю, связанную опять-таки с мотоциклом, с нашим транспортом. Так как мы жили в одной деревне, огород у нас по какой-то причине находился в другой деревне. И, как вы уже поняли, добираться до огорода нужно было на мотоцикле. Но ведь у нас большая семья, а по моменту того, что семья большая, к нам еще приезжала моя сестра двоюродная на все летние каникулы. И для меня всегда была загадка, для чего на это делать, ведь столько труда и столько всего нужно было делать в деревне. А делали мы все наравне. И это было так. Утро, лето, сбор всего семейства в огород. Человек пять? Нет, шесть. Шесть вместе с моей двоюродной сестрой. А мотоцикл подразумевает под собой один мотоцикл, три места посадочных. Это вместе с люлькой. И утро, лето, сбор всего семейства. Я, мама, папа, брат старший, младшая сестренка и моя двоюродная сестра. Мы собирались так, что то, во что не жалко. Это куртки, штаны, сапоги. Опять-таки, 43-го размера желательно, потому что других просто не было. Ну, всем должны быть они как раз. Ну, просто, поверьте, так почти не холодно, когда ты едешь на мотоцикле через федеральную трассу. То есть опять от деревни через федеральную трассу между городами, которые... И до деревни, где находится сам огород. Но ведь понимаете, что может быть полиция по пути, или когда мы возвращались. И самый главный квест заключался во всем этом. Это доехать и быть непойманными. Если вдруг на горизонте виднели стражи порядка, у нас был отработанный план. Если они еще до, задолго до, мы останавливались и разбегались в кукурузное поле. Если мы увидели, что они едут к нам навстречу, мы проезжали мимо, вспоминая все молитвы. Это было веселое время, потому что, вы представьте себе, семья просто разбегается с мотоцикла, как тараканы в разную сторону. Так мы проводили время. И это, знаете, опять про какое-то стыдно, про какое-то увлечение, про то, как это было интересно. И тогда это вроде бы немножко неловко, потому что тебя видят друзья. Ну, ты вроде в любом случае едешь, какие-то машины проезжают нормальные мимо тебя. Вот, знаете, это выглядело как поезд в Индии. Знаете, вот усып он просто людьми, и мы так же в этом мотоцикле. Но опять же, вы нужны на необходимость. Вы весело выходили из этой ситуации, по-моему. Ну, и скорее получалось, наверное, чем нет. Наверное, были казусы, конечно, но все-таки их было меньше. Что-нибудь еще так интересно, конечно? Связанное с транспортом, возможно, могу вспомнить. Так как я говорила, что родилась в одной деревне, переехали в другую. И вот в момент переезда сложились так обстоятельства, что в той деревне, в которой мы переехали, она татарская, там татарская школа. Нас, русских ребят... В татарском языке, извините, в татарском языке вы учились? Школа полностью татарская. Вот полностью. Русский язык и русская литература на русском языке, все остальное на татарском. А, ну еще английский, естественно, на английском языке. Все остальное на татарском. И вы знали с детства татарский? Или пришлось учить? Был момент, когда мы переехали, я его еще не знала, я не говорила о нем свободно. И мои родители были вынуждены отдать нас в другую школу поблизости, опять-таки соседняя деревня, где была школа-интернат. То есть мы приезжали домой на выходные. Это такой, знаете, непростой этап. Около года он длился. Но потом, конечно, это все поменялось. Но именно тот этап, он был непростым, но с ним связано тоже много приятных воспоминаний и тех моментов, которые отпечатались. Ну если тем более я об этом говорю. Происходит так. Мы переезжаем в эту деревню. Мама нас готовит к тому, что вот не получилось попасть в эту школу. Будете ходить временно пока в эту, пока мы все уладим. Хорошо. Я доверяю родителям. Но я не учла момент, а как мы будем добираться до этой соседней деревни. Мотоцикл. У вас есть мотоцикл? Но это зима. Вы понимаете? То есть это осень, зима. Нужны более радикальные меры. Тут мотоцикл мне обойтись. И мой папа, так как он жил в этой деревне до этого. У него был тайный транспорт. Тайный. Утро. Утро. Уже такой, знаете, морозец. Радикальные меры. Я о них еще не знала и не подозревала. Вот тут мы идем. Там мой папа, мой брат, я. Я говорю, ну мы сейчас едем. Говорю, а на чем мы едем? А тут у меня возник вопрос. А как мы будем добираться? Ну мы не идем на остановку, чтобы это был автобус. То есть мы идем в сторону... Знаете, у колхоза был свой гараж огромный, где было много разных тракторов. Это я позже узнала. Тогда я еще не знала, в каком направлении нас ведут. Но явно это была не остановка. И мы подходим, и он говорит, на тракторе, конечно. Гусеничный трактор. Я до сих пор не знаю, где здесь правильно делать ударение, но это был гусеничный трактор. Куда ударение ставь, это в любом случае трактор. Только бог знает, как мне было стыдно в этот момент. Вот понимаете, первый день ты едешь в новую школу. Ты уже волнуйся, что ты там будешь жить неделю. И вернешься только на выходные. Но ты еще приедешь, создашь впечатление на тракторе. Такой гусеничном, это не сильно... Было неловко, да? Это было стыдно. Это было стыдно. Я убежала. Я убежала, мне пришлось догонять. Я говорю, я не поеду. Не поеду. Вот знаете, как в картинках. Вот упирается ребенок, вот ноги вперед, а его вот так вот толкают. Это была та картина, как из моего детства. Мой брат шел с энтузиазмом, потому что отчим обещал, что он уже будет рулить этим видом транспорта. И чтобы меня успокоить и как-то вдохновить на эту поездку, он мне пообещал, что я тоже буду рулить и управлять этим транспортом. А дорога занимала, ну, около, пусть будет, примерно 6-7 километров. То есть, бру. Еще больше? Больше, потому что это было через федеральную трассу. То есть, помимо от деревни до федеральной трассы, от федеральной трассы, потом еще снова в деревню. В кабине трактора всего одно место для водителя, но там явно не предполагалось такие, знаете, длительные поездки. И мой учим что-то смастерил, и мы как-то помещались там втроем, перекрикивая друг друга, добирались весело до школы. Ну, понимаете, да, шумоизоляции никакой нет. Ну, понятно, понятно. Да, такой гул, я и запах, это я до сих пор не забуду. Но это было весело. Там всего три рычага, которыми ты вот туда-сюда, и это даже не руль. Я не знаю, как сейчас, но на тот момент был красный гусеничный трактор. Вот он в моей памяти до сих пор такой яркий. Ну, это же не про комфорт, это же про какие-то удобства, про какую-то необходимость. И здорово, что у вас эти воспоминания вызывают улыбку, такое вот удовольствие. Складывается впечатление, что детство было безоблачным, солнечным. Так ли это? С какой-то стороны, да. Это деревня, это свобода, это возможность проявлять себя, быть храброй, быть необычной. Знаете, вот этого момента не было, где тебе что-то противное, что-то неприятное. Или просто всё нормально. Там другие ароматы. Это в поле один аромат. Идёшь в сарай, там совершенно другой аромат, который нужно смывать. Он просто так не выветрится. Это всё по-другому. И, естественно, есть моменты, которые отложились точно так же ярко, и они неприятные моменты. Например? Вы знаете, о них даже сложнее говорить, учитывая, что у всего сельского населения есть своя скотина. И в какой-то момент они прекращают быть твоим другом. В какой-то момент ты понимаешь, что с ним нужно будет проститься. И не так, что прощай, в свободное плавание иди, я тебя отпускаю. Нет, это не происходит так. Это в какой-то день они становятся вашим обедом. Вот к этому быть готовы невозможно. Это может быть корова, это может быть свинья. Свинья — это вообще отдельная история, которые всю жизнь живут без света, без окна и даже без электричества. В деревне мало кто будет заботиться о том, чтобы свиньи жили в комфорте. Они, конечно, за ним ухаживали, но ухаживали как? Ну вот только так, как нужно это нам было, не учитывая их потребности настоящие. И это жуткое зрелище, от которых, к сожалению, не ограждают детей. То есть, понимаете, происходит момент, когда лишают жизни. Это животное. Придеть. Это никак не скрывается. Вы понимаете, это никак не скрывается. Мы жили в трёхэтажке. Напротив этих трёхэтажек рядами идут сарай. И вот перед этими сараями, между трёхэтажками и сараями, есть промежуток, где это делали. Ты слышишь звуки, ты это видишь, ты в этом участвуешь. Помимо того, что у тебя нет права голоса сказать, я не хочу или я не могу, мне тяжело это делать. Ты слышишь, это сложно вспоминать на самом деле. Ну это такая травма, по-другому не сказать, наверное, для ребёнка. Но опять же получается, что с одной стороны это необходимость. Ведь никто не знает, как сложится дальше жизнь. Навыки, которые необходимы для сельской жизни. Правильно. Большинство взрослых, которые принимают в этом участие, делают это. Они сами так выросли. Они сами выросли в таких условиях. И для них это норма учить нас, передавать свой труд, как это делается. Ты должна быть готова ко всему. Я могу смело сказать, что жизнь в деревне — это тот момент, когда ты готова ко всему. Тебя сложно напугать в этой жизни, здесь и сейчас. Тебя сложно напугать какими-то обстоятельствами, какими-то событиями. Или сказать, что я не выживу в каких-то условиях — выживу. Были разные ситуации. И дай бог, чтобы этого не было. Но я ко многому готова. На самом деле сейчас напугать гораздо сложнее. То, что ты переживаешь в те годы и в том возрасте, это гораздо серьёзнее. И если есть у взрослых возможность задуматься об этом и не привлекать к этому детей... Я бы хотела их призвать к тому, чтобы они подумали об этом. Оградить безопасность ребёнка — самая первая и главная задача каждого родителя. И здесь нужно учитывать эти моменты. Мы можем не сказать. Вы понимаете, здесь закаляется характер, но ты точно так же учишься подавлять свои эмоции. Это не есть хорошо. Ты переживаешь эту утрату. И ты, возможно, дружишь. К счастью, слава богу, корова, которую я любила, малышка, она так и осталась жить. Я уехала из деревни, она осталась жить. Я не увидела её потерю. Но я видела другое. И эти звуки, этот вид, это... Стоит ли говорить о том, как это всё выглядит? Это полностью. Это не то, что там сделали. С этим нужно ещё потом справляться дома. Это всё приносит домой. И ты должна будешь... Вот это огромное количество мяса с ним как-то... В общем... Ну, в общем, это до сих пор отзывается у вас. Вот это видно. Отзывается неприятный момент. И самое главное, мы спич на эту тему... Это сосредоточить внимание родителей на том, что может травмировать и нести последствия. И не всегда человек может справиться с этим вот так. Как оставить это как воспоминание, неприятное воспоминание. Но может другие последствия, о которых не хочу даже говорить. Но я думаю, каждый зритель поймёт, что я имею в виду. Спасибо, Ольга. Из такого рассказа, наверное, складывается самое главное впечатление, что в том варианте жизни, который проходит в деревне, нет самого главного. Нету права выбора на то, как ты это всё будешь проживать, как ты всё это будешь проходить. И, возможно, это и повлияло на ваше решение. И именно поэтому вы уехали. Давайте поговорим о другом немножко. Давайте поговорим о какой-то творческой составляющей. Было ли место? Были ли у вас какие-то увлечения с этим связанные? Возможно, вы писали картины, возможно, вы увлекались танцами, пели. Было ли что-то подобное? Было. И я себя любила проявлять в творчестве. Я любила петь, я любила танцевать, я любила быть на сцене. Вот там я себя чувствовала всегда комфортно. И, несмотря на то, что это была татарская деревня, в которой я выросла большую часть своего детства, это ломая языковой барьер, то есть и ломая свои внутренние моменты, где ты боишься выйти на сцену. Это всё равно волнительно очень сильно, особенно в том возрасте. И понятно, что это татарско-народные танцы и это татарские песни. Я выступала на всех мероприятиях в рамках сельско-культурной деятельности. Я выступала на всех мероприятиях в рамках школьной программы. То есть кто выступать, я, кто танцевать, я, петь тоже я, умею, смогу. Главное на сцене быть. Да, главное быть на сцене, а там разберёмся. То есть, понимаете, вот самое главное, я только услышала, что какое-то мероприятие, всё, я уже в первых рядах, я уже там, я подшиваю костюмы, я уже где-то там вот мелькаю, не забудьте, не забудьте. То есть вот это вот рвение было постоянно, и оно всегда проявлялось во мне. Это то, что меня очень увлекало, и то, чем я жила. Да, и я очень любила, знаете, когда был момент, у всех, наверное, была в то время стенка, ну, в зале, это, знаете, атрибуты роскоши просто. Да, да, да. И там хрусталь, не хрусталь, сервиз, которым никогда в жизни не пользовались. А самая серединка, она состояла из зеркал, ну, там где-то в глубине за всеми сервизами. Если я раньше всех возвращалась домой, я знаю, что ещё точно никто не придёт, у меня были концерты вот там наедине. А, то есть вы всё убирали? Я сдвигала все сервизы, открывала вот эти створки, ну, чтобы было максимально видно. Ну, конечно, картинка. И вот там у меня были и такие танцы. И я помню, как-то меня даже застукали за цыганские танцы, по-моему, исполняла в тот момент. Ну, я часто перевоплощалась, мои роли очень быстро менялись. То есть я пробовала себя в разных образах. Но я помню, что у меня как-то застукали, знаете, просто удивились. Мало того, что я там выступаю, здесь выступаю. Я постоянно всех... Вы придёте слушать, вы будете смотреть. Моя мама не... Нет, один раз она сходила, один раз она сходила на день мамы. Я говорю, мам, ну, я буду петь, понимаешь, для меня это важно, волнительно. Я хочу, чтобы ты была там, Гритоль, но я не понимаю татарского языка. А мы полностью русская семья, живём в татарской деревне. Она говорит, я не понимаю. Я говорю, мам, вот ты просто одну песню послушай, и можешь потом просто уходить. Она говорит, хорошо. Она пришла, и я пела для неё. А аккомпанировал мне мой учитель по музыке и Марат Абэй. Абэй — это так обращались к учителям. То есть не по учителям, а Марат Абэй. И это было, конечно, такое первое выступление, пела я песню Эльдерныш. Да, такие тёплые, приятные воспоминания. А вы помните татарский язык сейчас или уже подзабылся? Я его знаю. Я говорила на нём как на родном языке. В какой-то момент я говорила даже плохо или с акцентом на русском языке. То есть был сложный этап перестройки в институте. Я помню, как педагог мне в этом помогала. Но да, я знаю татарский язык. Мне сложнее сейчас. Может быть, какие-то фразы я забыла или как правильно сказать. Или мне нужно время подумать, как ответить. Но в целом я знаю его хорошо. Ну, вот такое увлечение наверняка зародило в вас какую-то мечту. Потому что, глядя на вас, мне кажется, ну вот если человек вас не знает. Идёте вы по улице, такая вся красивая. Он думает, наверное, какая-то известная женщина. Что-то там в ней такое есть. Может быть, это девушка актриса. Он цепляет взгляд. Да, ну, признаемся честно, есть такие мысли. Но правда ли это? Сделали ли вы эти шаги? Поступали ли вы в театральный воз? Ведь наверняка это было мечтой. Я мечтала быть актрисой. Я, конечно, очень мечтала и планировала всё это. Но так сложились обстоятельства. Не получилось. Я-то, конечно, решила ею быть. Но как часто в юном возрасте мы имеем возможность решать и поступать туда, куда мы действительно хотим. Ведь мы всё ещё зависимы от родителей. И тут сказано как финансовые возможности, так и какое-то расстояние. Ближайшим городом к нашей деревне был город Нижнекамск. Там театрального вуза не было. А, почему? Ну, к сожалению, не получилось уехать в Казань на тот момент. А может быть и к счастью. Ведь уже сейчас-то я вижу, как круто изменилась моя жизнь. Оглядываясь, где я была и где я сейчас. Здорово. Всё здорово получилось в любом случае. Я-то решила, но не получилось. А родители не настаивали, да? Ну, видимо, они тоже не очень ориентировались, не знали, как это. Знаете, очень жаль, что у ребят, особенно те, кто живут не в городе, нет возможности попробовать. Знаете, вот как есть день открытых дверей. Придеть и попробовать себя в этой роли, в другой роли. Посмотреть. И чтобы устраивали действительно лекции, вот какая профессия, к чему ведёт. И чем ты можешь заниматься. Понимаете? Даже если не узкопрофильно, а что-то отдалённое, приближённое. У меня был выбор только по наслышке. Вот ты узнала, есть такая профессия, такая-такая. Какие-то примитивные варианты, то есть, или современно модный на тот момент. Модный, скорее модный. Да, да, скорее модный на тот момент. И ты просто слышишь, вот что он туда поступил, она там учится. И ты для себя из всего этого многообразия выбираешь что-то. Но я-то знала, что я хочу быть актрисой. А такого факультета или такого направления в городе Нижнекамск не было. Нужно было переезжать либо в Казань. И тут сказались финансовые возможности и семейные обстоятельства. Ну опять же, не было стопроцентного этого выбора, не было. Но что-то вы выбрали, да? То есть, нашли какой-то компромисс. Да. Что помогло? Тут послужила для меня моя подруга, послужила примером. Это тот человек, который меня восхищал, вдохновлял. И восхищает и вдохновляет до сих пор. Я горжусь ей. И они отдельная история. Она мне на несколько лет старше, но она уже на тот момент училась в универе. То есть, у меня последние два года, 10-11 класс, когда я стою перед выбором, куда же мне все-таки поступать. Я понимаю, что в Казань переехать не вариант, нет возможности. И каждый раз, когда она приезжала из Казани, она поступила на факультет психологии. И каждый раз, когда она приезжала из Казани, она вдохновленно рассказала о своей профессии. Она что-то... Вот знаете, по-другому глаза горели. Она ведь тоже жила в этой деревне, тоже там росла. И уехала в совершенно другой город. И по-другому... То есть, из моих знакомых, кроме нее, на этот факультет никто не поступил. Тогда. И так как она была для меня примером, я поступила на факультет психологии. Могу сказать, что меня всегда привлекали люди. Это для меня особый источник энергии. И мне это комфортно. Я бы считала, что это одно из более-менее приближенных к чему-то творческому. Ну да, это творческая профессия. Действительно, конечно, тонкости психологии нам пригождаются в жизни наверняка. И сейчас вы довольны, что вы этот путь прошли. Я считаю, что это та профессия, которая как второй дополнительный, или одну как основную. Это здорово получить такое образование. Вы переехали в Нижнекамск. И, конечно, это город, это уже совсем другое дело. Это студенческие годы. Это такой, наверное, восторг первый. Подруга, которая была примером. Довольны ли вы на тот момент? Нашли ли вы то, что искали? Первый момент – это первый год самостоятельной жизни. Ровно год я прожила в городе Нижнекамск. И в какой-то момент я поняла, что я хочу другого. Это прекрасный, молодой, развивающийся город. Но я совершенно по-другому себя видела. И я приняла решение оттуда уехать. То есть поехать в Казань? Да, всё верно. В Казань у меня ещё с детства, когда я ездила к папе на каникулы, этот город, который меня привлекал, то, куда я изначально хотела уехать, поступить в театральный. И тут я приняла решение о переезде. Но это такой, знаете, сложно, волнительный момент, когда я-то приняла решение. Я уже для себя всё поняла, решила. Это же ведь ещё нужно было озвучить моим родителям, непосредственно моей маме. У них были ли не очень хорошие отношения с отцом? Они уже были в разводе. Мои родители уже были в разводе. Мне было 5 лет. И достаточно долгое время они не жили вместе. А то есть они развелись, когда вам было 5, правильно? Да, мне было 5 лет, они развелись. И прийти и сказать маме, я хочу переехать и хочу жить с папой, это достаточно сложный момент. Я 2 дня переживала. 2 дня это внутри переваривало это состояние. Как я смогу это донести до моей мамы? Ведь у них были достаточно непростые отношения между собой. И я помню прекрасно, на тот день было 7.30 утра, и я пришла к маме на работу, объяснила все свои переживания о том, как я вижу, что я хочу, о том, что я сейчас нуждаюсь в отце, которого я, к сожалению, мало видела в моём детстве. Я донесла до неё те моменты, которые были для меня важными. И для меня было важно получить её благословение, её одобрение, чтобы я смогла спокойно вступить в новую жизнь, совершенно новый этап жизни, открыть для себя. Попробовать себя в новой роли, в новом городе. И вот только сейчас, будучи уже в том же возрасте, уже когда я сама мама, и неоднократно, и в той ситуации, когда я сама уже в разводе. Понимаете, это та история, когда... Возможно, ведь мои дети тоже так поступят. И, возможно, им потребуется такое же решение. И, возможно, мне придётся тоже согласиться на всё это. Вы понимаете, что она чувствовала, да? Я понимаю, что она чувствовала. Я понимаю, как сложно далось ей это решение. Как... Это ведь где-то переступить через себя, через свои амбиции, через свои обиды. Это сложное решение, которое ей далось непросто, но я благодарю её за то, что она смогла найти в себе силы и отпустить меня с Богом, и благословить меня в дорогу. Она единственное, что сказала, звони отцу, пусть тебя забирает. Езжай, у тебя всё получится. А вы готовы, если с вами такое случится? Как мама вы готовы к этому? Я думала об этом. И благодаря той ситуации, которая была со мной, и есть ещё одна история, которая тоже связана на эту тему, я могу сказать, что я уже на примере себя могу понять, могу хотя бы принять, как минимум морально я к этому готова. Я понимаю, что в определённом возрасте мы нуждаемся больше в маме, а в более уже взрослом возрасте мы нуждаемся больше в отце, более жёсткой и какой-то смелой, какой-то лёгкой руке. И я понимаю, что, возможно, со мной то же самое произойдёт, где мои дети скажут маму, мы нуждаемся сейчас в отце, мы переедем. У них будет право выбора, у них будет возможность, я к этому готова. Та ситуация, она стала для меня примером, примером того, как это может быть, как это было важно для меня. И оно ведь, то решение было самым судьбоносным. Это то решение, которое повлекло за собой все те перемены, которые есть на сегодняшний день, учитывая заложенный характер детства. Оля, ну вот она, другая жизнь. Казань, большой город, много возможностей для молодого человека, наверное, особенно для такого свободолюбивого, как вы, который так долго ждал этого права выбирать. Как этот этап прошёл у вас? Во-первых, я очень хотела переехать в Казань. Давно, с самого детства. Это то, когда я приезжала к отцу на каникулы. Он живёт за городом, но тем не менее, в любом случае, в Казань мы ездили. И это тот город, к которому я тянулась. Вот моя мечта исполняется. Я переезжаю, передо мной открыты все двери. Но, естественно, они распахнуты по-разному. Иногда мы себя чувствуем не совсем комфортно, потому что возникают сложности, потому что ты должна быть уже полностью ответственна за свой выбор и то, что ты будешь делать. И моменты были очень сложные. Сложные во всех смыслах. И, конечно, есть счастливые моменты. Вот всегда про какие-то сложные этапы всегда сложно говорить, но, углубляясь в те воспоминания, могу сказать, что это определённый ещё новый этап, новый этап взросления с моей стороны. И я благодарна самой себе за то, что я смогла достойно всё это преодолеть, решиться на всё это и переехать, и всё это попробовать. Вот эта привычка всё делает самой. Это для вас норма? Конечно, это норма, потому что я росла в деревне. Там совершенно другие условия. Там ты вынуждена так или иначе быть самостоятельным во всех смыслах. Это касается всего. Там невозможно жить по-другому. Ты в любом случае будешь вовлечена во все процессы жизнедеятельности, во все процессы быта. Это нормально. Ну, конечно, этот период, безусловно, приведёт вас в интересную встречу. И это, наверное, самый любопытный момент. Сейчас мы поговорим немножечко об этом. Ваша встреча с первым супругом. Она состоялась как раз в Казани, верно? Да, так и есть. В 2008 году. Как вы это вспоминаете сейчас? Я улыбаюсь. Я тепло это вспоминаю. Мне это приятно вспоминать. Это счастливый момент моей жизни в протяжённости 8 лет. 8 лет счастливого, яркого, насыщенного брака. Такое дурацкое слово, но так оно и есть. Вы очень быстро, по-моему, решились на это замужество. Сколько вам было? 21? Мне только исполнилось 21. Ему на тот момент было 22, и через месяц исполнилось 23. То есть мы были достаточно юны. Это я сейчас могу сказать, что мы были юны. А на тот момент я считала, что мы достаточно взрослые, самостоятельные, волевые, решительные. И с момента знакомства до самого предложения прошло 4 месяца. Так быстро? Да, представляете? Мы долго не думали об этом. Любовь с первого взгляда? Да. Это именно она? Да, это то предложение, от которого я не отказалась, и то предложение, когда я даже не задумалась о том, что я хочу отказаться. Не было других мыслей даже. Ваши родители вас поддержали? Да, и так как мои родители в разводе, мой будущий супруг поехал и к маме, и к папе, и попросил мои руки у них официально. Дважды? Дважды, представляете? То есть все дважды. Дважды попросил мои руки сначала у отца, потом у мамы, и его приняли как родного. И до сих пор к нему так и относятся. Это замечательные взаимоотношения, конечно, наверняка выстроены были прежде всего на дружбе, о каком-то уважении, которое в основе этих отношений лежит дружба. Основа этих отношений именно дружба и уважение. Это то, с чего начались наши отношения и продолжаются до сих пор. То есть это то, что есть сейчас. Несмотря на то, что мы уже в разводе, это то, что продолжает быть с нами, и это, дай бог, так будет всегда. Потому что это ключевое, на чём было построено всё. Всё наше общение является сегодня самым ключевым моментом. Я так понимаю, что поскольку вы такие юные встретились, за вашими плечами ещё не было большого опыта. Вы начинали приобретать его вместе. Вот это влияние друг на друга. Насколько сильным оно оказалось? Так и есть. Мы вместе росли. Мы вместе друг друга воспитывали. И это очень здорово, когда мы пришли друг к другу, грубо говоря, в кавычках, в голову, за плечами которых не было ни имущественных моментов, ни какой-то другой дополнительной истории. Мы пришли друг к другу совершенно юными, такими, какие мы есть, без дополнительных каких-то ограничений, наверное. И это всё то, что помогло нам создать гармоничные отношения. Они развивались так быстро, потому что это было естественно, нормально для нас. Не было чего-то противоречивого. Всё было настолько легко, настолько легко это всё шло. И было само собой разумеющееся тем, то, что мы хотим создать семью. И, наверное, особый момент был появление детей, да? Это такая награда для вас? Конечно, это награда. Это и самая высшая награда за то, что у нас было и в наших отношениях. Дети. Что может быть лучше? Трепетный момент, который как-то изменил вашу жизнь. Вы поменялись, когда появились дети? Вы просто, я так понимаю, вели очень активный образ жизни, много путешествовали, да? Ведь это же очень непросто, когда появляются дети, всё немножко останавливается. Или у вас ничего не поменялось? Я не могу сказать, что дети как-то сильно повлияли на наш темп жизни. Но это определённо то, что было нормально. И, естественно, мы путешествовали так же с детьми. Это не было никакой преградой. Это не было чем-то... каким-то сложным. Это было просто хорошо, комфортно, классно. У нас большая семья. Мы путешествовали вместе. Мы вместе преодолевали какие-то новые трудности, сложности. Мы вместе переезжали с места на место. То есть это не был один город. Мы постоянно переезжали в несколько разных городов. И так бывало, что в течение года ты переезжаешь с места на место по два раза. И всё это происходило, естественно, с детьми. Это как-то само собой, естественно, бывает. Произошло, да? Да. Вот это влияние друг на друга. Вы сказали, что ваш супруг, он сформировал, или, может быть, как-то изменил, да, ваше понимание отношений к мужчине. Это пришло благодаря ему? Или, может быть, это пример его отношений с его отцом? Поскольку с вашим отцом всё-таки вы были какое-то время вдали друг от друга. Я могу сказать точно, что он во мне воспитал то, как нужно относиться к мужчине. То, как я отношусь на сегодняшний день к мужскому полу, это полностью его заслуга. Это то, как он мне показал. Это, возможно, благодаря тому, какие у него взаимоотношения с отцом. У них совершенно другая культура, совершенно другой менталитет. Но я не могу сказать, что он всё оттуда перенял, и принёс в нашу семью. Нет, это было совершенно по-другому. То есть, как я уже говорила, что мы воспитывали друг друга, и в нашей семье росли совершенно другие взгляды. Он перевернул моё отношение к мужчине, и это действительно только его заслуга. 90%. Он перевернул мои взгляды на самоотношения семьи, моё отношение к родителям, моё отношение к детям, уже к нашим детям, которые появились в нашем браке. Вы знаете, вспоминая всё то, что между нами было, так и хочется сказать, как за многое я ему благодарна. Понятно, что мы вместе росли, но у меня именно этот момент вызывает особый трепет, потому что он стал ключевым и важным для меня. Ну, он сформировал вот этот взгляд на мужчину, а вы, наверное, взгляд на женщину. Это же было взаимное влияние друг друга. Я так думаю, но, конечно, об этом может сказать он. Я честно, не смущаясь и не стыдясь, могу сказать, что я всегда считала себя для него лучшей супругой. Я не то чтобы сомневалась, я верила в это, я была в этом убеждена. И даже помню, как-то я своей подруге в этом сказала, что, ты знаешь, я лучшая супруга для него. Вот быть лучше не может. Но я же сама в этом тоже не сомневалась. Я в это верила. И так оно и было. Я считаю, что во многом я молодец. Не скромно, но это так. Оля, потрясающе. Это такой яркий этап вашей жизни. Такая история длиной 8 лет. И как жалко, что все это закончилось. Почему так произошло? Это действительно был этап ярких, красивых отношений. Отношения, которые можно поистине сказать примером. Я восхищалась этими отношениями сама. То есть это не от того, что кто-то мне сказал, что мы красиво смотримся. Независимо от чужого мнения, я сама так считала. Я верила в то, что мы действительно созданы друг для друга. Что мы счастливы. И мы очень гармоничны. Мы очень дружны. Мы уважаем друг друга. Я часто сталкивалась с тем, как взаимоотношения партнеров не очень... Гармоничны. Сложно подобрать слово, когда лишают друг друга авторитетом. Знаете, когда оскорбляют. И когда это публично особенно. И страшно представить, что это происходит, что может происходить наедине. Наши отношения не были такими. Это действительно странно. Вот все хорошо. Отношения классные. Мы являемся примером. Возможно, даже для подражания. И я восхищалась этим всем. И очень странно, почему мы развелись. И возникает такой вопрос. Ведь обязательно должен быть кто-то козел. Кто-то очень плохой в этой ситуации. Могу сказать, что никто не козел, никто не негодяй. Так сложились обстоятельства. Так сложились обстоятельства. И более того, причины нашего расставания мы договорились сохранить в тайне. В тайне от всех. Это никого не касается. Раз. Два. Это наше личное решение, которое с уважением к тому, что было. К тому, что было между нами. И с уважением продолжать общаться к тому, что будет. Ведь наше общение, оно не закончено. И оно не будет прекращено. Оно уже на другой волне, дружеской. В какой-то степени родной. Мы прожили 8 лет вместе. И много друг для друга значили. И не хочется, знаете, все это оскорбить. Мне это жалко сделать. Я не хочу этого делать. И не позволю делать это другим. Ну, у вас действительно навсегда связали ваши дети. И для любой пары это такой сложный момент, как достойно пройти этот путь. Да, вот от первого мгновения, что вы решили это на эмоциональном уровне, до какого-то уже здорового, трезвого, спокойного, экологичного выхода из этой ситуации. Вам удалось пройти этот путь достойно. За счет чего? Первое, что происходит, вы приходите к моральному разводу. Вот внутри себя понимаете, что вот все. Здесь пришел либо тупик, либо та ситуация, в которой вы понимаете и вместе принимаете решение, что да, дальше нам нужно либо расстаться, либо очень серьезно над этим поработать. В течение года, а мы взяли себе год на то, чтобы уладить все это между собой, год на то, чтобы утихомилить свои эмоции, не рубить все сгоряча, не пытаться как-то привлечь кого-то. Для нас было очень важно разбирать всю ситуацию внутри нас, внутри нашей семьи. Ведь это касалось только нас, в первую очередь, потом детей. Вот все. В целом это вся семья, кто может быть к этому причастен. И было очень важно сохранить это все в тайне, дабы не допустить стороннего вмешательства. Ни со стороны родителей, ни со стороны знакомых, никого. Вот только мы должны это все вместе, самостоятельно решить и принять решение, независимо от других. Потому что никогда не знаешь, кто какие мотивы и цели преследует, вмешиваясь или вторгайство в личное пространство. А это слишком интимный момент, который страшно даже кого-то допустить. Это не нужно этого делать. И мой совет в этом случае только разбираться наедине. Это самое верное. Потому что может быть так, что кто-то на что-то повлияет, на ваше мнение. И могут быть другие последствия. Вы самостоятельно уже так не придете к тому, к чему пришли мы, к примеру. Год на то, чтобы просто поработать над этой ситуацией. Понять, а действительно ли мы хотим расстаться. А может быть, мы еще имеем шанс восстановить все и в совершенно другом новом русле начать по-другому наши отношения. Год был для того, чтобы мы принимали решение. Взвешенно, спокойно, рассудительно. И так, чтобы друг друга не оскорбить в этой ситуации. Так, чтобы мы смогли дальше общаться. Вот этот год, да, от момента, когда вы решили, что, даже не решили, это какой-то, наверное, эмоциональный момент еще, да, вы нашли правильный, достойный, экологичный способ выхода из этой ситуации. За счет чего? С помощью кого? Обращались вы к кому-то? Какие приоритеты вы расставили, чтобы справиться с этой ситуацией достойно? Во главе всего мы поставили детей. Вот отталкиваясь от них, уже можно говорить, как мы поступали дальше. Год был для того, чтобы мы приняли самостоятельно это решение. Не обсуждая это ни с кем, не вовлекая в этот процесс никого, ни родителей, ни знакомых, ни друзей, никого. Даже детям мы на тот момент еще об этом не объявили. Потому что мы еще сами не знали, как мы поступим. Будем мы вместе или все-таки это конец, это финал нашей семьи. И это, конечно, безусловно, было верным решением, потому что так не пострадали наши дети, учитывая публичный статус их отца. Конечно, могли быть неприятные ситуации с прессой. Конечно, были попытки, были попытки взять интервью у него, у меня, но этот год, он был только наш. Мы проводили его наедине. Почему мне говорили родителям и всем остальным? Потому что это повлекло бы за собой распространение информации. Таким образом могли бы вмешаться сторонние люди, которые повлекли бы за собой неприятные последствия и совершенно другой выход из ситуации. С другими мотивами просто. С другими мотивами. И это, возможно, бы очень сильно повлияло на наше решение. И как бы мы в финале расстались друг с другом. Уже не было бы никакой речи... Знаете, грязь за грязью, оно было бы совершенно неприятной историей. А мы хотели сохранить это все именно так, как мы это видели изначально, то, как оно было. И сохранить это достойно. И быть экологично, достойно, продолжать быть родителями, но уже не парой. В течение года мы это принимали, принимали это решение. Вам помогал кто-то? Да, мы переговаривали это все, выговаривали друг друга. И мы встречались. Понятно, что не получалось договориться с первого раза. Невозможно договориться с первого раза, так как не каждая сторона может быть чем-то довольна. Идем на компромисс. Да, была помощь со стороны специалиста. И это тоже верное решение обращаться именно к специалистам. Вот многие сомневаются, да? Нужен психолог, не нужен психолог. Вот ваша рекомендация однозначная, да? Однозначная, да. И не бояться быть уязвимым в этой ситуации. Это определенное верное решение. И в помощь вам экологично и более благородно друг друга отпустить. Мы обратились к психологу, который помог нам выйти из этой ситуации достойно. Помог сформировать правильно наше решение в отношении детей. Как им обо всем теперь этом рассказать. Вот есть решение, вот есть уже пройденный этап, и вот все, у нас готовые решения. Мы расстаемся, нас больше нет как пара, но есть дети, самые первые, кому мы должны были это объявить, самые первые люди, с кем мы должны были это обговорить, они важные часть составляющей нашей семьи. Сколько им было тогда лет? 5,3. Совсем маленькие. Да, малыши, но это не нужно исключить от того, что можно с ним поговорить наравне, попытаться объяснить. Это можно потом со временем доносить информацию, но в тот момент это было необходимо сделать именно так. Сесть все вместе за стол, объявить о том, что не так радостно, конечно. Печальный момент, я помню, как мы волнительно к нему подходили, психолог нам сказала, как это будет лучше сделать так, чтобы дети не пострадали, чтобы они, чтобы не было последствий, о которых я скажу позже. Мы объявили им о нашем решении, о нашем сложном решении, и мы от них не ждали взрослых каких-то решений, комментариев. Конечно, реакция была, наверное, эмоциональная. Тяжело, очень тяжело, это трудный момент, и картинка, которую я вспоминаю, она болезненная, для меня это мои дети. Но вы были вместе, вы все равно в этот момент были вместе. Конечно, мы вдвоем пришли, вдвоем, мы с наших детей. Да, и как это было, это тяжело было каждому, и умнее ему. Они-то знают совершенно другую картину, вот если мама и папа, им важно было объяснить, что мама с папой продолжают быть счастливыми, но уже не вместе. У вас по-прежнему продолжают быть родители, и также мама и папа. Все это продолжается, но нет семьи. Это нужно было донести, чтобы не было последствий в виде... Дети часто провоцируют такой момент, чтобы воссоединить родителей. Каким образом? Они заболели, что не видит картина. Мама с папой вместе, они воссоединяются. Значит, очень удобно болеть, чтобы воссоединить родителей. Помирить их. Понимаете, да? Да. Чтобы этого не было, нужно было объявить им об этом. И что важно сказать, что мама и папа будут счастливы. Это важный процесс, который закладывают в детях определенный момент, чтобы не было последствий. Не было последствий в их психоэмоциональном состоянии. Потом постепенно можно, конечно, не говорить причины развода, развода. А потихоньку вынуждено, конечно, все это происходит, но это здорово, что можно вот так вот по-прежнему быть вместе и вместе им это объявить. Наверное, потому что у вас отношения были выстроены на дружбе и на уважение, вы смогли к этому вернуться, да? То есть это была основа, это стержень, он, наверное, есть и по сей день, да? Вы общаетесь, уважаете друг друга, помогаете друг другу. Однако желтая пресса может все понять совершенно не так или сыграть на этом. Вот были ли такие ситуации, когда уже все вы прошли, но все равно кто-то вас возвращал в эти воспоминания и создавал ненужную почву для обсуждений? Более того, как обозвать, когда просто замарали ваши отношения? Вот все то, что ты выстраивала на протяжении восьми лет, как я говорила, я восхищалась, гордилась, я любила, я была по-настоящему влюблена, и вот взяли просто, очернили всю историю. И то, как ты выходишь с этого процесса, как проходит сам этот процесс, когда ты вкладываешь во все это, сохраняя лицо перед друг другом, перед своими детьми, самыми важными людьми, перед родственниками и уже знакомыми, не выносишь это на публичное обозрение, а потом просто кто-то, как ты, начинает это преподносить в совершенно другом свете. естественно, обидно, естественно, несправедливо это все происходит. И была такая ситуация, когда уже мы были не только тогда, когда мы год были в разлуке, принимали решение, уже мы были даже официально разведены. То есть уже пару лет прошло, да? Два года, два с чем-то, если не ошибаюсь. Происходит ситуация, он жил в Санкт-Петербурге, и он получает травму, получает серьезную травму, которая требует оперативного вмешательства, и это происходило за границей. То есть из Санкт-Петербурга ему нужно было лететь за границу. Он в этой ситуации впервые. Он в тяжелом, моральном, подавленном состоянии. Это серьезное потрясение для его карьеры. И еще неизвестно, как все это будет дальше. Он в этом состоянии. Я тот человек, кому он позвонил. Я тот человек, который был на связи между ним и между его родителями. Я тот человек, который, которого он попросил, побыть рядом, быть с ним в этот тяжелый период. Когда он нуждался во мне, когда он нуждался в моей поддержке. Не как в партнере. Как в друге. Как в друге. В том-то и дело. А для всех это почему-то является ненормальным, что так не должно быть, что обязательно кто-то должен плохой быть в этой ситуации. Корыстные цели какие-то, да, наверное? Очень глупо рассуждать, что это корыстные цели, потому что преподнесли это в прессе в некрасивом ключе. Но мне хочется рассказать детали. Я прилетаю в Испанию на следующий день после того, как все это случилось. Он улетел первым, по-моему, на следующий день или в этот же день. Я прилетаю сразу на следующий день после него. Я была в момент до операции, в момент самой операции вместе с его родителями и уже в некоторый момент после реабилитации, то есть после операции. До, в момент и после. Я находилась там как близкий друг, как родной человек, который мне не безразличен. Не безразличен как родной человек. И не нужно здесь путать. У меня к нему действительно теплое чувство и отношение, но они совершенно... Они другие. Я умею перестроиться. Так произошло. Да, мы остались по-прежнему друзьями. Что в этом плохого? Неужели я должна перед кем-то за это оправдаться? Я не вынуждена этого делать. Нет, вернее, я вынуждена сейчас это делать, но я не считала нужным это делать тогда. Ведь мы развелись, мы уже расстались, мы никому об этом не говорили. А в чем вас упрекнули? А упрекнули в том, что он получает травму, а я его бросаю прямо в этот момент. Вот он только получил, а я срочно объявила о разводе. То есть он потерял дееспособность, и вы сразу потеряли к нему интерес. Представляете? Ужас висит. Это представляет, что вы начали ваши совместные отношения еще тогда, когда все было совсем не так. Вы были очень молоды. Мы вот говорили об этом. молоды, мы... То есть это целая жизнь, это целое строительство, да, и оно прошло вместе. Ну, люди просто некомпетентны, не разбираются. Не компетентны, естественно. Это преподнести так, таким образом, что вот просто, знаете, все, перечеркнули все то, что было хорошее, все то, что было прекрасно в наших отношениях. Тот процесс, как мы прошли, с достоинством вышли и смогли это оставить в позитивном ключе ради наших детей, преподносит это так, как будто бы я негодяйка. А как реагировал он на эту информацию? Он стал вас защищать? Вы понимаете, он был в том состоянии, когда он только после операции, ему нужно вообще подумать о том, как он будет дальше, как сложит свою карьеру, восстановится, не восстановится, еще неизвестны последствия всей этой травмы. И тут, понимаете, травля общественности. И мы не были готовы к этому. Он не был готов вдвойне, он находится в тяжелом состоянии, пройти сложную операцию и рядом с ним его друг, его семья, начинается грязь. Он, конечно, защитил, ступился за меня и он был вынужден это делать, потому что мне было страшно за себя, мне было страшно за наших детей. Он, как достойный мужчина, обязан был обеспечить нашу безопасность, безопасность меня и моих детей. наших детей. Он поступил очень достойно и попросил, обратился к публике, чтобы перестали оскорблять нас, угрожать. Ну и здесь вы были вместе. Видите, все серьезные испытания вы прошли вместе, и в этом, наверное, секрет. возможно, сейчас кто-то из наших зрителей, кто смотрит и слушает эту историю, тоже попал в сложную ситуацию, подобную, возможно. Что бы вы им посоветовали? Обратиться к себе, когда ты, возможно, видел подобные ситуации, когда ты можешь взять их как примером и антипримером. В моей ситуации, к сожалению, был такой антипример. Я была свидетельна того, как разводились мои родители. И это был самый неприятный момент в моем детстве. То есть я помню, как все это было. И когда многие люди думают, что их дети еще пока маленькие, они не слышат, не видят, все они слышат, все они помнят. Мне было 5 лет. Я помню, как это происходило у моих родителей. И я призываю их не допускать таких же ошибок, не делать так, чтобы дети стали соучастниками этого процесса, не были вовлечены в вашу обиду. Через призму ваши обиды относились к одному из вас негативным образом. Дайте возможность самостоятельно сформировать свое мнение, как он относится к одному или другому родителю. Это важно, чтобы они самостоятельно принимали решение, не перетягивая на себя одеяло, не вовлекая в этот процесс, чтобы они были полностью погружены в свое состояние и независимо от вашего. Я очень часто наблюдала, когда уже разведенные пары, нелестно отзывались друг о друге или думают, что вот ребенок бегает или сидит рядом, но не слышит, он не понимает, о чем говорит, я шепотом сказала. Нет, слышит и видит и понимает. Чувствует. Чувствует. И он вынужден в какой-то ситуации принимать чью-то сторону. Это тоже очень печально. Когда у него есть свое мнение, он любит его или ее, а вы навязываете свое мнение. Не нужно этого делать. Дайте ему самостоятельно принять решение. У него есть это право. Потому что это чревато очень негативными последствиями в плане ненависти, чувства вины и стыда впоследствии потом, через много лет. Возможно, не сейчас. Возможно, у него смешанные чувства, он пока не понимает, как правильно поступить в этой ситуации и вообще нужно ли ему за кем-то следовать в этой ситуации. Но важно, чтобы это потом не отразилось на нем. Подумайте о них в этой ситуации. То есть первый шаг поставить правильно в приоритет и если есть дети... Поставить приоритеты, правильно. Если в вашей семье есть дети, сделайте все так, чтобы они не были вовлечены в драму всей ситуации, чтобы они не были вовлечены вот в то, что им вообще абсолютно не нужно знать. Оставьте для них ту историю семьи, которую они знали. Оставьте для них возможность выбрать, как они к этому относятся. У вас могут быть ваши обиды, но у них совершенно другое отношение. Дети самое главное в этом плане. Правильно расставить приоритеты. Второе? Второе, взять тайм-аут для себя. Не спешить. Не спешить ни в каких смыслах. Ну, вот вы вдвоем создали семью. Вдвоем принимайте это решение, каким бы сложным оно ни было. Вдвоем принимайте и делайте все так, чтобы максимально, благородно, достойно выйти из всей этой ситуации и сохранить максимально, возможно, теплые, дружеские отношения, как родители. У вас уже создана семья, была, которая разрушена, но вы продолжаете быть родителями. Вы обязаны оставаться в диалоге, в диалоге, который необходим. Это время нужно для того, чтобы вы решили между собой. Не вовлекайте никого в этот процесс. То есть третье? Третье это не бояться быть уязвимым. Попросите помощь. Помощь специалиста, который видит эту ситуацию совершенно с другой стороны. Он не выбирает кого-то из вас. Он вовлечен и заинтересован в процессе, чтобы помочь максимально безболезненно выйти обоим из этой ситуации. То есть это объективное мнение со стороны. Объективное мнение, которое поможет вам. Ну, я уверена, что ваш пример достойен подражания, скажем честно. Это поступок с двух сторон. Двух взрослых зрелых личностей, которые смогли помочь друг другу, сохранить уважение друг к другу и позволить быть друг другу счастливыми. То есть дать вот это право на счастье друг другу. Это здорово. Я думаю, ваш пример многих вдохновит. Дай бог, я желаю действительно всем выйти из этой ситуации максимально экологичным путем. Спасибо за этот откровенный ответ. И вот Ольга сегодня. То, ради чего задумывалось это интервью. Вот эти надежды, мечты, новые идеи. Сейчас состояние максимально гармоничное, наверное, для создания чего-то по-настоящему великого. И вы пришли вот в этот проект. Почему? Как это родилось? Вы счастливы, это видно. И я думаю, что в этом, наверное, секрет, что захотелось что-то делать. Расскажите нам. Важно учесть то, как я к этому пришла, ко всему. Да. Ведь после развода есть определенный этап, когда нужно восстановиться. и ты тут уже одна, ты уже не с партнером, которым проходишь этот процесс, а вот есть процесс, где ты наедине с собой. И вот тут важно, как ты его пройдешь. Есть два варианта уйти в уныние или уйти в себя, но как узнать себя по-новому, узнать свои новые возможности, а что я хочу, а что я могу, а кем я могу быть, а какая я в целом. Я была в том возрасте, когда это прекрасно, у меня уже есть твое детей, слава богу. У меня нет спешки никакой выходить замуж, потому что, опять-таки, какая причина, у меня есть дети. И я решила свое состояние подкорректировать тем, что я нашла направление, в котором я стала развиваться. Я открыла бизнес, это был не один. И стоит учесть, что даже будучи уже ни парой, ни вместе, он помог мне это сделать. Салон красоты, который я открывала, это было как как его благодарность, наверное, за то, что между нами было уже после развода, уже после расставания. Он, я хочу, чтобы у тебя было то, в чем ты будешь жить, то, что тебя будет увлекать, то, что ты будешь развиваться и то, что будет важным моментом в твоей жизни. Ты будешь совершенно другая. То есть вы нырнули с радостью в эту работу? Да, это было необходимо, потому что можно действительно уйти в уныние. Но ведь все порушилось, все, вот нет твоей семьи. И все было так красиво, классно, как я говорила. Даже для меня как-то странно это все, да, но так случилось. Это важно для того, кто не хочет внырять в депрессивное состояние. Важно попробовать найти к себе подход и изучать себя заново. Это шикарная возможность познакомиться с собой с новой стороны. и это был момент, когда я развивала бизнес, развивала второй бизнес. Я много путешествовала, путешествовала с моими детьми, мы переезжали в разные города, и это было здорово. Я была комфортна сама с собой, я нравилась себе, я наслаждалась всем этим процессом. Вы нырнули в те самые путешествия, которые так любили, но уже другая. Вы знаете, когда я пришла к идее проекта, я сначала перекрыла все то, что было у меня до. Я поняла, что идея уже прожита, что я могу двигаться дальше. Я поняла, самое главное, как я не хочу, как я не хочу быть привязана к определенному месту, я не хочу быть привязана к определенному городу. Это все идет из детства, где я могу сказать, что я всегда была свободолюбивым человеком. Я всегда любила простор, возможности и вот самой настоящей свободы. Быть хозяйкой всему тому, что ты можешь сделать. И очень важно учить себя в этой ситуации. Изучать, что ты можешь, как ты можешь, куда ты можешь. И у меня была такая возможность. Я свободная женщина. Я могу себе позволить жить где угодно, заниматься чем угодно. Конечно, не нарушая чужие границы. У меня есть такое убеждение, что подумала, сделай, это очень важно. И нет никаких ограничений. Важно понимать, что можно в этом мире все. Вот можно все. Главное, чтобы это не нарушало чужие границы. Это тоже очень важная составляющая. Свобода это такая вещь, которая обязательно должна быть внутри. Вы должны чувствовать. Однако, вот сейчас прошло несколько лет, и вы снова замужем. У вас родился третий сын. Да. И вы не свободны с какой-то стороны? Не помешало ли одно другому? Конечно, внутри я сопротивлялась, потому что я только поняла, что вот так у меня классно. Мне так здорово было, мне нравилось, мне нравилось быть непривязанной ни к чему, ни к кому. Даже город. Мы с детьми туристы. Вот я прямо так и говорю, мы туристы, и мы поедем сейчас туда, и, конечно, это все с ними обсуждается. Они любят? Они очень легко это переносят. То есть, каждый переезд я обсуждала с ними. Вот, ребят, у нас есть такая-то возможность переехать в Санкт-Петербург. Что вы скажете? Классно. Или кто-то говорит, а у меня здесь друзья, у меня там, у меня все. Я говорю, ты знаешь, у тебя будет возможность подружиться с новыми ребятами, то есть, новые возможности. Раскрывай, говорю о том, что будет. И это не было так. Ребят, собираемся, мы завтра переезжаем. Что? Зачем? Почему? Не объясняя причин. Нет, я с ними это обсуждала. И, опять-таки, не требуя от них взрослых решений, я просто им предлагала вариант и возможность, но принимая во внимание их мнение. Для меня это было важно. Вот мы все, втроем мы семья. И, естественно, это был здоровский момент. И когда пришел момент, я не просто так сказала, что было сложно, сложно решиться на шаг выйти замуж вновь. Был поиск доверия к себе даже больше. А точно ли я хочу? А смогу ли я? А оправдаю ли я его надежды? Ведь каждый хочет семью, у него есть свое определенное представление о семье. Как это должно быть? Какой он ее видит? И вот здесь самое главное и самое важное в том, что мы много общались, мы много вели диалога. Это здорово, когда вы друг с другом говорите, проговариваете, а не пытаетесь быть кем-то для того, чтобы создать иллюзию, что да, 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 все классно. Нет, самое важное здесь во всем проговаривать друг с другом, как я вижу нашу совместную жизнь, если я ее вижу, если я вижу, какой она должна быть, какой я хочу быть и что для меня важно во всем этом. Я хочу продолжать заниматься тем, что мне нравится. Я до сих пор нахожусь в поиске себя или у меня уже есть какая-то идея, и я готова ее развивать. Но брак с тобой, замужество, может стать в этом во всем преградой. Я объяснила все, как я вижу, все, как я жила. Ведь я достаточно длительный период была свободна, свободная женщина во всех смыслах. и было страшно не потому, что он был не тем мужчиной, он как раз таки именно тот мужчина. Но я в себе, наверное, сомневалась и говорю, что был поиск доверия к себе и, конечно, к нему. Ну, и вы его нашли, судя по тому, что у вас родился сын, у вас уже такая вот семья. Уже семья. Все уже по-настоящему, все уже происходит. Было много сопротивления, но я счастлива. И я благодарна ему за то, что он вот это все стойко выдержал. Вот знаете, как будто бы, как это выражение подобрать правильно, что строптивое, что-то вот строптивое. Укрощение строптивое. Представляете, у меня вот было, честно, такое впечатление, что я вся капризная. Сопротивляющаяся. Очень сильно сопротивлялась. И он не даст мне соврать. Я говорю, у тебя столько мужества, ты так достойно выдержала весь этот момент, что когда я родила, особенно период моей беременности, он дал всему мне тяжело. А ему еще тяжело. Очень. Я поблагодарила. Вот уже после роддома я поблагодарила его за его выдержку, за его мужской стержень, за то, что он позволил мне быть даже вот такой капризной, позволил мне сомневаться, но постепенно показывали в совершенно другую сторону, что именно тот мужчина, который мне нужен, это он. И не он меня убеждал в этом, а я сама себя в этом убедила, что понимаю, что это же тот мужчина, которого я вижу рядом с собой, тот мужчина, с которым мне хорошо, тот мужчина, с которым я могу развиваться, я могу быть собой во всех смыслах, вот такая, какая я есть, не притворяться, не надевать маски. И эти разговоры, когда мы по душам и откровенно говорили, может быть, даже не на самые приятные моменты, но они были важны как для меня, так и для него. И я не хотела его обмануть, я честно говорила, вот я так вижу. И он мне позволяет заниматься чем-то, что меня увлекает сегодня, поддержит мою идею. Это не говорит о том, что я зависима от его мнения, что, Оль, сегодня мне не нравится это занятие, пожалуйста, этим не занимайся. Нет, у него этого тоже, слава богу, у него этого нет, несмотря на то, что он мужчина достаточно интересный в этом плане. Поговорим о проекте. Мы его санонсировали, и, собственно, все это интервью, как раз подготовка, такая вот история о вас, которая поможет нам понять, почему проект появился вообще. Откуда взялась идея? Почему вы этого захотели? Прежде чем прийти к самой идее, к тому, как она родилась, я поняла, что я привязана. Я привязана к теми проектами, которые уже были на тот момент. Но они уже потеряли свой смысл для меня. То есть это был как способ выйти из того состояния, из депрессивного состояния. Переходный этап. Переходный этап, чтобы не уйти в уныние. Соответственно, эти проекты были созданы сейчас, я понимаю, именно для этого. Потому что это было здорово так пройти, быть вовлеченной в другой процесс, совершенно новый для меня. И прежде чем прийти к идее, которую сегодня мы обсуждаем, я поняла, что мне нужно прекратить все то, что у меня там было, в Казани, и дать себе время обдумать, а что я хочу, а как я не хочу. У меня было четкое понимание, что я не хочу быть привязана к городу, я не хочу быть привязана к месту и даже к определенному помещению. Для меня было важно быть свободной, свободной во всех смыслах, во всех проявлениях. И я снова дала себе время, закрыв предыдущий проект, подумать, как я хочу, что это может быть, в чем я себя вижу. И тут уже, конечно, возвращаемся к детству, возвращается мое творчество, мой изначально первый порыв и посыл моего внутреннего состояния, то, с чего я начала. Возвращаемся к этому. И таким образом начала проявляться, проклевываться идея, что это может быть. Это, конечно, правильный шаг. Естественно, он наверняка не был быстрым и поспешным, потому что любая суета убивает все самое живое, это понятно. Кто-то помог, подтолкнул вас, вот, может быть, какие-то знаки судьбы вы получили, чем именно надо заняться? Конечно, я начала продумывать идеи, а когда ты о чем-то думаешь, всегда приходит ресурс, определенный ресурс. Вот вы подумали, и Вселенная, Бог, как угодно, то, во что вы верите, дается вам ресурс определенный, и его обязательно нужно использовать в любом случае, он будет потрачен на что-то другое, и дай Бог, чтобы ты был также в позитивном ключе, а не в негативном. Я понимала, что у меня есть ресурс, у меня есть возможность, я дала себе время обдумать это все, я дала себе время решить, что я хочу, я дала себе право выбора, заниматься чем-то дальше, или просто просто быть мамой, путешествовать, также быть туристом. И подумала, сделай, и начали появляться люди. Вот, понимаете, все заодно проявлялись такие моменты, когда я встречала людей с самых нежных местах, я вспомнила про то, чем я занималась, и появлялись люди, которые вдохновляли, мотивировали, тот же супруг, вы, могу сказать имя Виталик, видеооператор, который тоже своевременно, именно в тот момент, когда родилась идея, он поддержал меня, я вернулась к вам на учебу, я продолжала учиться, и уже совершенно другой запрос у меня был, я вам сказала, что я хочу, как это должно быть. Да, это было уже осознанное что-то, конечно, это был уже такой диалог продуктивный. Да, и я уже возвращалась с определенной мыслью, которую вы подхватили, мне понравилась ваша реакция, как вы на нее отреагировали, мне нравилось, как меня поддерживают все эти люди, которые были со мной в этом процессе, потому что дали ресурс, дали возможности, все, и ты начинаешь двигаться, вот прям постепенно, плавно, у тебя появляются все новые ветки возможностей, и новых ресурсов, где есть, все твои возможности, где есть шанс проявить себя. А вот опять же судьба немножечко так подкинула вам выбор, да? Да. Ребенок, беременность, я так понимаю, вот эта новая идея, новая семья, и надо решать, опять расставлять правильно приоритеты, но вы справились, как я понимаю, с этой ситуацией, разобрались в ней, как вы разобрались в этом? Все как будто воедино, вот я же говорю, дали ресурсы, дали возможности, шанс заняться тем, что тебя уже поистине увлекает, ты уже понимаешь, что да, это то, что я хочу, это то, что будет классно для меня, это возврат в мое творчество, тут я встречаю своего супруга, у нас развивается стремительно наше отношение, тут пандемия, тут моя беременность, и вот все в одно, уже есть зародыш мысли, есть уже начало, положено этому проекту, то есть мы уже обговариваем, мы уже работаем над тем, как это может быть, я уже какие-то домашние задания делала, и все это происходит в тот момент, когда вот просто все разом навалилось. Идея проекта и беременность, вот, ну, грубо говоря, созревали и росли во мне одновременно, то есть укреплялось, вот, ощущение, что и ребенок, и идеи проекта были одномоментными, дозревали, но это прекрасно мое положение, моя беременность, я взяла себе какое-то время подумать, как мне дальше быть с этим, ведь планы, действительно, ощущение, что рушится, вот, ну, как так, я уже не такая мобильная, а ведь посыл такой, что я могу путешествовать с этим проектом, посыл такой, что я свободна, но я очень скована, мое тело сейчас мне не принадлежит, что-то нужно с этим делать, я взяла себе время подумать вновь, как это может быть, и вернулась уже, когда родился ребенок, и это были совершенно уже другие мысли, у меня было время доформировать свою идею, более четко донести до вас, как я это вижу, и вот постепенно, постепенно, я не растерялся, постаралась не растерять все контакты, которые были, то есть я поддерживала связь, я получала обратную поддержку в виде колоссальной какой-то, действительно колоссальной поддержки и вера в то, что это получится, это здоровская идея, у нее есть шанс жить, существовать и быть необходимой. Ну и конечно. Вы надышали за это время, вы дали себе свободу, и это прежде всего время, которое вы получили, вы его получили, можно сказать, и правильно реализовали. Это когда я переехала в Казань подумать, там ли я, что я хочу, момент развода, момент завершить предыдущие проекты, дать себе время понять, что я хочу, и вернее, чего я точно не хочу, и как не хочу, и снова я оказываюсь в прекрасном положении, стою перед выбором, вроде бы как загубить свою идею, или может быть отказаться от нее, и поставить в приоритете семью, но я получила огромную поддержку со стороны супруга, который меня поддерживает, направляет, и помогает мне во всем этом. Хотя он вот как будто в процессе не задействован, но я чувствую его опору. Мне важна его поддержка. И во всем этом есть время, когда я стояла перед выбором и думала об этом. Это здорово. Мне все приятнее, что это происходит уже, потому что вот вы сейчас вспоминаете, и у меня такие ощущения, что когда-то, да, страх, вот это волнение, сейчас уже происходит. Помните, мы уже в процессе, вот мы сегодня в процессе. Давайте теперь поговорим уже о том, что внутри проекта, из чего он будет складываться, подскажем, может быть, посоветуемся и прочее. Понятно, что он о нас и для нас, то есть он о людях, но о каких людях, о ком он и для кого, конечно. Логичнее всего было начать с меня, да, то есть как представить этот проект, рассказать о том, почему я решила вдруг заняться этим проектом, из чего вдруг, какое имею право вообще говорить о таких вещах, как мотивация и понять, откуда и куда можно прийти. Это, знаете, как вот, куда приводят мечты. Я много мечтала, я многое хотела, я многое видела по-другому. и проект о тех людях, которые прошли определенный этап в своей жизни, этапы взросления. Это очень здорово, когда человек может поделиться своим примером или антипримером своей истории, то, где он может быть полезен, показать на примере своей истории, что можно поступить вот так и вот так. Ведь, возможно, кто-то из зрителей сейчас находится в таком же положении или в такой же ситуации или стоит... На распутье. На распутье и думает, а как мне поступить? А что мне сделать? А где мне получить поддержку? Возможно, у него нет возможности поговорить с кем-то или обсудить, или обратиться к кому-то. Вот он сейчас один наедине со своей ситуацией. Это как подсказка, это как пример, это как антипример того, как может быть, как можно решить и увидеть ситуацию со стороны. Вдохновиться. Возможно, увидеть себя со стороны. Я так понимаю, что это будут разные гости, но прежде всего это люди с яркой судьбой, да, то есть что-то такое, что вас восхищает. То есть это для вас даже образцы, да, люди, которые вдохновляют прежде всего у вас, и теперь вы будете знакомить зрителей с ними. Да, так как этот проект для меня новая ступень, и, конечно, я волнуюсь, и в помощь себе я решила привлечь моих знакомых и друзей. Те люди, которыми я восхищаюсь, мое окружение из таких людей, те люди, у которых такая яркая судьба, такие ситуации, в которых, ну, казалось бы, а как же ты решил, а что ты сделал, неужели, серьезно, это было в твоей жизни, это очень, я бы хотела эту историю рассказать кому-то, а можно ли это сделать так, чтобы это узнали многие люди, чтобы это было очень полезным, важным и необходимым в этой ситуации, ведь многие люди как раз находятся вот сейчас в том состоянии, в котором ты, и это поможет, твой опыт, твоя история, либо как поступить, либо как не поступить, или, возможно, увидеть вообще совершенно свой третий вариант, ведь такое тоже может быть. В помощь мне я пригласила моих друзей, моих знакомых, я ими восхищаюсь, я ими горжусь, они меня вдохновляют, это люди, которые смогли пройти сложные этапы своей жизни, этапы взросления и формирования себя как личности. Преодолели какие-то ситуации, да? Да, и неоднократно, и за их плечами колоссальный опыт, которыми они готовы поделиться. Как вам кажется, ваши гости будут женщины, исключительно женщины, или среди них будут мужчины, будут ли там известные люди, или это кто-то совершенно незнакомый нам, или вы никаких сейчас не устанавливаете пока, что табу ни на что? Я не люблю себя ограничивать, вот ни в чем, я свободолюбива во всем, я не разделяю мужчину или женщину, каждый из них проходит определенный этап, это нужно как мужчине, так и женщине, разных возрастов, разных поколений, увидеть не только себя, а даже, возможно, детскую историю, детскую ситуацию, и важный момент, что это не обязательно публично известные люди, это разные люди, казалось бы, вот ее никто не знает, она неизвестна, или он, но за его плечами такая история, которая достойна аплодисментов, почему нет? Ольга, давайте произнесем вслух название, уже можно это сделать, да, ваш проект называется «Право выбора» с Ольгой Нубо-Романовой. «Право выбора» это прекрасно, мы неоднократно говорили об этом в течение интервью, и действительно это можно легко почувствовать. Когда вы придумывали формат передачи, я так понимаю, вот формат этих эфиров, которые будут, вы остановились на интервью. Формат интервью интересный, популярный, привлекательный, в чем-то сложный, в чем-то простой, вот эта роль ведущей, которую вы для себя выбрали, она, наверное, для вас в новинку, может быть, был, конечно, подобный опыт. Почему? Почему этот формат, да, в чем прелесть, в чем смысл, если уже вы определились, расскажите, пожалуйста. Формат интервью, мне нравится диалог, и мне есть о чем поговорить, мне есть о ком рассказать, мне есть кого пригласить сюда, мне есть с кем провести это интервью. И, конечно, я ни разу не была в роли ведущей, признаться честно, я очень волнуюсь, и у меня такие смешанные чувства, но я хочу себя попротив этой роли, я хочу, ну, кому я делегирую эту возможность, ведь это же моя идея, это, ну, конечно, это то, что я придумала, это то, как я изначально видела все, и возвращаясь ко всему, я хотела вернуться к творчеству. Здесь и про творчество, и про психологию, и здесь и про человеческие отношения, здесь про все. Это то, что меня привлекает, то, что меня вдохновляет, и я очень надеюсь, что у меня получится, мы долго к этому шли. Да, у меня нет ни специального образования, я ни эксперт, ни специалист в этой области, и я не стремлюсь сразу куда-то с этим проектом. Я в рамках моего Инстаграма, в рамках определенных социальных сетей, где мне будут возможности проявить и показать этот сайт, потому что он на разный возрастной диапазон. Это люди разных поколений, у всех разные судьбы, у всех, но это очень, я могу вас спросить, какие у вас впечатления об этом проекте? Вот мы в течение интервью все говорили, говорили, как это будет, кто будет, что я вижу, что я хочу, у вас какое впечатление складывается обо всем том, что я вам рассказываю? Ну, для меня, наверное, прежде всего это то желание помогать, которое родом из детства, ну, от вас, вот это я чувствую. Вы вызываете доверие, наверное, вам хочется сказать больше, это важно, это важно для диалога, чтобы раскрыться, раскрыться, и мне кажется, что вы отличный пример того, как у зрителя может разбиться какая-то иллюзия, какое-то, иллюзорное представление о том, что в жизни все легко дается, что мы вот как-то складываются благополучные обстоятельства. нет, это если мы смотрим на ситуацию отстраненно, не проникаясь, не вник, вот сейчас мы поговорили, да, мы нырнули в глубину, и те, кто ошибочно предполагали, что все так как на картинке, так красиво, да, так замечательно, конечно же, увидят больше. Это возможность этим людям, дать этим людям эту возможность увидеть больше, проникнуться глубже и понять, что то, что сейчас с ними может быть происходит, это нормально, это этапы, которые один за другим выстроят их жизнь и приведут их туда, куда они действительно хотят, что не бывает все сразу, что нужно решать какие-то вопросы, что нужно принимать взрослые ответственные решения и шагать, 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 и главное, как вы говорите, подумала, сделай, подумала, сделай, а там разберемся, а там разберемся, ведь это возможность услышать себя, вот мне кажется, проект прежде всего поможет людям услышать кого-то и благодаря этим примерам услышать себя и понять, наверное, свои возможности, ну вот так. Да, и еще, знаете, такой момент хочу добавить, что в каждой ситуации мы выходим с благодарностью, даже за самый негативный опыт, который происходил в нашей жизни, мы потом понимаем, к чему все это было, для чего это все было создано, потому что мы проходим какие-то испытания, сложности, этапы взросления и формирование нас как личности, как внутри, так и внешне, это все то, где мы проходим сложные моменты, очень смелые моменты, но это все через благодарность, благодарность к тому, что было, это очень важный момент, понимать, что даже самое негативное, это благодарность. В любом случае, мне кажется, что как бы ни сложились обстоятельства, какой бы ни было реакции, может быть, сейчас, это все в копилку, это возможность увидеть свои задумки со стороны, я так понимаю, вы оставляете право зрителям как-то комментировать, право выбрасывать, да, вбрасывать какие-то пожелания, комментировать или давать советы, может быть, где-то вам. Так и есть. Изначально было несколько вариантов названия, это и «Стой успех», и прочее-прочее. В ходе нашей учебы мы поняли, что вы мне говорите, что это то название, которое, может быть, заслуживает внимания. Но я оставляю право выбора каждому зрителю попробовать внести свои коррективы, принимая участие, быть вовлеченными в этот процесс, потому что не только я одна его, и не для себя я его делаю, я его делаю для зрителя, я его делаю для всех. И мне важно, чтобы каждый принимал участие в формировании и создании этого проекта, не только в роли гостя этого проекта, и причем я могу сказать, что каждый может принять участие в этом проекте, каждый может стать этим гостем. Вам есть что рассказать? У вас есть история. Она нужна, и она может быть услышана многим, и в ней есть особый смысл. Я жду, я хочу, чтобы эту историю услышали. И каждый может как принять участие в роли гостя, так и за кулисами. Говорить, что нравится, что не нравится, что нужно добавить, что нужно убавить, или вообще исключить. Я не ограничиваю себя в этой возможности. Я не хочу ограничивать зрителя. Мне важно, чтобы они принимали во всем этом участие. Так не будем им это запрещать. Ни в коем случае. Хорошо. Договорились. Ольга, ну вот это случилось. Интервью состоялось. Я надеюсь, что оно найдет много позитивных откликов. Ваша аудитория откликнется на это. Вы почувствуете всю любовь и всю поддержку, которую так ждете. Давайте коротко в нескольких словах. Какой ближайший эфир будет? Каким вы его хотите видеть? Потому что он же еще будет создаваться. Пожелайте сама себе. Как вы видите это? Вы знаете, наверное, правильнее всегда во всем начинать с себя. И как пример, первое интервью, первый эфир состоялся со мной. Вы так и сделали, да. Да. И это то, с чего я хотела начать. Потому что, ну вот кто такая Ольга? Кто Ольга Набой Романова? Да, что за ее плечами? Есть определенная картинка, но нет истории за ней, которую знают зрители. И сегодня тот эфир, где узнали чуточку больше меня. Понятно, что каждая тема заслуживает отдельного эфира. Но именно сегодня я хотела стать ближе, подвести к тому, как это будет, в чем будет заключаться суть этого проекта. и я так волнуюсь до сих пор. Я сама себе пытаюсь... Знаете, у меня есть такая черта, это действительно так. Я сама себе в будущее записываю видео. Так было с предыдущим проектом, да. То есть вот в руинах, когда еще черновая отделка, когда еще ничего совершенно не готово, проект только рисуется, только собирается команда, которая будет работать над всем этим. Я стояла в тех стенах и сама себе записала видео. На потом я посмотрю свои эмоции, что я себе нажелала, что я себе сказала. И это вот... Сегодняшний эфир, он похож на то, что я делала раньше. И мне это нравится. Нравится, что я сама себя могу здесь поддержать, сказать, не бойся, у тебя все получится. Только ты знаешь, как тебе будет лучше. Только ты знаешь, как сделать хорошо для тебя и во благо остальных. Потому что этот проект не только обо мне, он в целом о людях. Это то, что меня привлекает, это то, что меня вдохновляет. Это то, чем сегодня я живу. Это то, куда я смело шагаю, волнительно, переживаю. Но это то, что во мне горит, то, что во мне сейчас разгорается, как этот костер. Я хочу попробовать смело шагнуть во все это. Я верю, что все получится. Мне приятно, что вы доверили мне участие в этом проекте. Я горжусь этим моментом. Мне кажется, что все наши зрители узнали Ольгу лучше. Они узнали, какая она и увидели, что прежде всего Ольга настоящая. Такая, какая и есть. Скажите несколько слов теперь вашим зрителям уже в качестве ведущей вашего нового проекта. В первую очередь я хочу поблагодарить вас. Вы принимали участие на протяжении сего этапа от начала идеи до момента, когда мы с вами сейчас здесь сидим и обсуждаем, обговариваем моменты, вспоминаем теплые, приятные моменты моего детства и в целом мою краткую биографию и историю, чем я делюсь с вами. Благодарю вас за то, что вы меня вдохновили, за то, что вы меня поддержали, за то, что вы верите в этот проект и в мою идею. Я благодарю. И вот попозже еще чуть-чуть обниму, я уже чувствую. Обращаясь к зрителям, я хочу сказать, что это проект для вас и о вас с моим участием. и мне волнительно быть в качестве ведущей, но я хочу попробовать себя в этой роли, хочу сделать этот шаг и уже этой весной, дай бог, мы презентуем наш первый эфир в роли героини. Будет моя подруга, моя приятельница, судьба которой меня вдохновляет, восхищает, интригует и даже где-то шокирует. И я думаю, вам тоже будет интересно наблюдать как за примерами, антипримерами и то, что может быть для вас полезным, вдохновляющим и то, что вас замотивирует. Возможно, вы посмотрите на что-то со своей стороны, посмотрите, как может быть по-другому в вашей жизни. И я благодарю вас за уделенное время, поддержку, которую я чувствую, в первую очередь от всех вас, кто за кадром. С вами была Ольга Нубоа Романова, такая, какая она есть. Оль, ну все получилось, но мне кажется, уже это происходит. Давайте посмотрим, как это происходит с другой стороны. Да, и я хочу представить мою команду, все те люди, которые трудятся и продолжают верить в мою идею, создавали вместе со мной. каждый носит сюда особый вклад. Я готова это сделать. Сейчас мы включим камеру. Я готова ко всему. А теперь Надежда, мой педагог, вдохновитель. Наденька, твоя роль будет крутой и секретной. А ну, ребята, ребята, все здесь. Олеся, Виталик, сколько мы с тобой? Дорога по руля. Представляешь? Даша, прекрасная, красивая. Андруша. Вот так это все выглядит за кадром. И наш камень. Такая теплая атмосфера. Не хочется прощаться? Не прощайтесь, Надежда, скажите мне что-нибудь еще. Олечка, я желаю вам удачи. Я вас обнимаю, я вас люблю, я в вас верю, и мне кажется, что все будет на высшем уровне, на том максимуме, до которого мы никогда-никогда не доберемся. и пусть будет так. А это именно так. Максимум не существует. Ура, 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 ребята! Ура, ура, ура! Как классно! Дамы, я в телике! Снято! Снято! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...